Итак, последнее дополнение вышло, но вместо долгожданных ответов на давно накопившуюся кучу вопросов, мы получили только новые загадки. В принципе, ничего нового, это же Dark Souls. Именно поэтому перед тем как разобраться с тем, что там произошло на глобальном уровне и проанализировать то, про что же всё-таки оно было, давайте сначала разберёмся с теми вроде бы незаметными моментами, которым можно было не придать должного значения, но которые очень важны, так как вместе они и составляют эту самую полную картину и с помощью них в дальнейшем лор всего дополнения выстроиться в самую полную картину, которая, надеюсь, ответит на все интересующие вас вопросы. Ну, на какие сможет безусловно. Вообще, изначально я планировал одно видео про 12 моментов, но оказалось, что оно довольно длинное, поэтому я решил его поделить на два. Сегодня вышла первая его часть, завтра или послезавтра выйдет вторая. И да, конечно же не стоит забывать, что иногда мои догадки могут быть не самыми правильными, поэтому буду рад, если вы сможете предложить свои и вообще интересно, что вы думаете по этому поводу. В общем, давайте начинать. Наверное, попав первый раз в груду отбросов, вы задавались вопросом «Хм, а почему же я не умираю, когда спрыгиваю с таких высот?» Возможно, вы могли посчитать, что кучи пепла, накопившиеся в этих отбросах из разных эпох, не дают вам это сделать, но это лишь отчасти верно. Почти возле каждого такого обрыва можно заметить фигуру одного нашего старого знакомого – Гаэля, а на некоторых краях скалы можно даже заметить кусочки старой красной ткани. Именно он это сделал. Но как? И зачем? Хм, вообще, такие круги в самой игре мы уже встречали. Например, Эмма, одна из верховных жриц, клирик, после убийства Олдрика Йорма использует такой, чтобы перенести главного героя к себе. К тому же дальше в самом закольцованном городе полые клирики также используют данный вид магии только в их случае уже для лечения. Сам же Гаэль в прошлом тоже был одним из участников Белого Пути, а значит и клириком, из-за чего можно сделать вывод, что он использовал один из видов такой магии, дабы помочь нам преодолеть весь путь. И тут уже всплывает самый главный вопрос – зачем? Как мы знаем, он отправился на поиски Тёмной Души, однако ещё в самом начале он знал, что для него этот путь может закончиться трагично. А самое главное, он знал, что именно нам, скорее всего, предстоит вернуть эту душу и её кровь – художнице. Поэтому он с самого начала подготавливал всё для нашего прихода. Кроме того, подумайте, ведь для него таких меток не было, а значит, что ему этот путь стоил куда больших усилий. Ну ладно, пока всё, а то сейчас вам всё разболтаю про Гаэля и нечего дальше будет делать. Следующий момент связан со старушкой Пилигримом из самого начала дополнения. Думаю, многим её голос показался очень знакомым, и на самом деле не зря. Ведь эта старая Пилигримиха является той самой Эммой, кормилицей принца из замка с одноимённым названием Лотрик. Почему я так решил? После её убийства или же, если прийти сюда после убийства Гаэля, можно обнаружить на её теле пепел старухи. В нём говорится, что «когда-то эта старуха была кормилицей Королевского Отпрыска». Кроме того, особо внимательные могли заметить, что её пепел изображён в виде дряхлой руки, на одном из пальцев которой надето кольцо молитвы, что также подтверждает эту догадку. Но интересно даже не это. Интересно то, как она стала Пилигримом. Вообще, сначала я думал, что все Пилигримы связаны с Лондором и приходят оттуда. Но, как оказалось, это не так. Теперь же мне кажется, что Пилигримом становится любая нежить, которая довела себя до такого состояния опустошения. И после, единственной целью для того вида нежити остаётся только паломничество. В конце которого особо верующим даруется перерождение. Принц Лориан и его враг Принц Демон. Ещё проходя основную часть игры, можно было наткнуться на описание Меча Лориана, в котором говорилось, что раньше тот был рыцарем. В то время он легко одолел Принца Демона, но его меч навеки впитал в себя его пламя. Именно из-за этого у многих мог возникнуть вопрос, но как же он тогда остался жив? Очень легко. Принц Демон не является физической облочкой какого-то вида демона. Это сущность, душа или жизненная энергия, как угодно, которая может проснуться в любом из них. Каждый из демонов несёт в себя частицу Принца Демона. И пока остаётся хоть один из них, это пламя может вспыхнуть с новой силой. Что, собственно, и произошло. Кстати, не исключено, что во время битвы со Старым Королём Демонов, в одной из фаз в нём могла вспыхнуть его сила. Победив их, род демонов на этом был закончен. Попав в закольцованный город и насладившись его красотой, можно обнаружить, что дальнейший проход охраняет гигант, который призывает специальный отряд лучников для обороны. Вам ведь показались они знакомыми, да? Безусловно, ведь данный вид противников и соответствующую броню можно было встретить во второй части серии. Там её носили специальные големы, созданные для охраны важных и ценных объектов. Но как они оказались здесь, в закольцованном городе? Как известно, это дополнение делает большой упор на лор второй части. И в описании этого сета написано. Шлем, принадлежавший одному из рыцарей, которых послал в закольцованный город Старый Король. Старый. Король. Мне кажется, я знаю кто это. Итак, кандидатов на его место всего двое. Старый Железный Король и Вендрик. В пользу Старого Железного Короля идёт то, что големы, которых мы встречаем впервые во второй части, находятся в забытой крепости, которая связана колоколом с его цитадели. А также при битве с ними играет та же музыка, что и при демоне из плавильни, но зачем ему тёмная душа? С другой стороны, есть Вендрик, в замке которого также находятся такие големы. Ну и плюс сам он сделал цель из своей жизни поиски способа избавиться от тёмной метки, а следовательно и от проклятия. Поэтому он всё-таки подходит больше на эту роль. Данное дополнение порадовало нас разнообразным контентом – и оружием, и бронёй, и заклинаниями. Но также в этом путешествии мы встретили довольно много интересных персонажей. Одним, а точнее группой из которых была Саранча-Проповедник. Эти загадочные и довольно необычные существа рассказывали о разного рода событиях и людях. Уверен, что многие не поняли к чему это было и про кого это было сказано. Я сам очень долго ломал голову над их словами, но в конце концов, мне кажется, что я смог понять о чём идёт речь. Лично я думаю, что они говорят про персонажей из третьей части, с которыми мы уже знакомы. Однозначно здесь речь идёт о Балве, так как, во-первых, указывается, что он скитайлец, а на английском вообще используется специальное слово, которым он именован во второй части. Во-вторых, странствующий рыцарь скитался, не зная покоя, искал ту, кого нельзя было искать. Только Бездна помогла ему приблизиться к той, кого он любил. В описании Пепла Карла говорится, что он и Дитя Бездны и искать её больше некому. Кроме того, вспоминаем, что Саранча говорит о том, что Бездна помогла им встретиться, а также то, что он сам вторгается к нам перед подземельями Иритила, где она находится и всё сходится. Зачем он её искал, это уже другой вопрос, о котором мы поговорим чуть-чуть позже. Скорее всего, этой девочкой является Сирис. Как мы помним, её квестовая линия содержит в себе эпизод, в котором мы помогаем ей расправиться со своим дедушкой. Кроме того, она является клинком Тёмной Луны, а сама она из Бессолнечных Земель. Возможно, она узнала о своём дедушке и после захотела покинуть родные земли и стать одной из тех, кто будет карать злодеев, примкнув к клинкам. Но даже в состоянии службы у Гвинтлина она не смогла найти себе утешение. Единственный персонаж из третьей части, который связан со знаниями – Орбек из Венхейма. Мы встречаем его мёртвым в архивах, если полностью заканчиваем его квест, или же он просто уходит, если мы не утоляем его жажду знаний и не приносим новых свитков. Встречу с тьмой можно интерпретировать как становление нежитью. Ведь именно после того, как он ей стал, его изгнали из школы и он начал свои исследования. Наверное, тут идёт речь об Эйгоне. Он носил тяжёлую каримскую броню и должен был защищать девушку по имени Ирина. Да, строит он из себя крутого, но в итоге он просто сидит возле камеры, где она заперта и не решается её открыть сам. Пусть он и защищает её, но всё-таки где-то глубоко внутри он знает, что боится её и силы, которой она владеет. Или же он просто боится её потерять и поэтому не упускает возможности напомнить главному герою беречь её. В предыдущем теологии она уже упоминалась и вот снова. Да, теперь Саранча говорит об Ирине. Ирина была той, кто не смогла стать Хранительницей Огня, но она всё равно не теряла надежды и продолжала помогать Пепельному. Однако тома тёмной магии она старалась не брать. Но если же Пепельный настаивал, то после каждого его визита она просила его дотронуться до себя, ибо ей казалось, что тьма её поглощает, а маленькие создания всё сильнее и сильнее впиваются в её плоть. Кто знает, какое создание могло появиться из-за алчности Чемпиона Пепла. На самом деле с последней Саранчо возникла какая-то очень странная ситуация, потому что во многих источниках указывается, что Саранча имеет дополнительную реплику, но никто не смог найти четвёртую Саранчу или услышать этот текст. Сам он звучит так. Из всех пальцев он один был объят бездной, ибо он был человеком, но никогда личинкой. Не знаю наверняка кто вообще родил эту реплику, но связать с одним из персонажей её всё-таки можно. Безусловно, Палец – это Леонхард, служивший Розаре, который поддался тьме и решил избавиться от неё самой. Кроме того, он единственный, кто никогда не становился личинкой. Можно заметить, что и Кирк, и Хейзл становились, ибо их вещи мы подбираем именно с личинок. Но вот Леонхард никогда. Однако каков же мотив Саранчи и зачем она всё это нам рассказывает? На самом деле всё просто. Белоликая Саранча должна была заманивать людей во тьму своими проповедями. А если рассказать, что каждый из уже известных грешников даже сатурив ужасные вещи, лишившись любой надежды, отчаявшись или даже предав, всё равно смог найти утешение в бездне, разве не станет она заманчивей? Целые поколения богов пытались продлить Эру Огня. Но что в итоге? Каждый из них теперь находится в объятиях Бездны. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнётся праздник. Теперь, как и обещал, давайте конкретно остановимся на Алве. В этом дополнении ему уделили достаточно много внимания, достаточно подробно рассказали его историю. Начнём издалека. Алва был тем, кто странствовал по миру в поисках лекарства для Святой Серетты. К сожалению, его поиски окончились неудачей и он их бросил. Так бы Алва и странствовал дальше без цели, если бы не встретил ведьму, которая влюбилась в него и помогла обрести ему новое предназначение в жизни. Этой ведьмой стала Зулли. Сначала, когда она узнала, что он отправился на поиски лекарства, она всеми силами пыталась ему помешать, соблазнив его. Но в итоге оказалось так, что ведьма Зулли сама влюбилась в него и всю жизнь, знавшая только несчастье, порвела с ним остаток жизни. К сожалению, в Дарк Соус нет хороших концовок и их любовь не исключение. Неизвестно наверняка, но возможно у них была дочь и звали её Карла. Её мать обучала её разной магии, а некоторые заклинания передавались по наследству. Кроме того, можно заметить, что гигант на болотах призывает каких-то ведьм, которые используют Кромку Тьмы. Это же заклинание продаёт Карла и оно же связывает её с её матерью. В описании её одежды говорится о долгом путешествии. Сама же Карла признаёт себя отверженным Детём Бездны. Кроме того, сам Алва вторгается к нам перед входом в подземелье Иритила, видимо, с целью её защиты. Конечно, с уверенностью утверждать это невозможно, может быть и так, что Алва просто перепутала её с Зулли и поэтому находился рядом. Но я так не думаю. Всё же мне кажется, что проделав огромное путешествие, они уже втроём забрели в Лотрик или даже в Закольцовный город. Там же погибла Зулли, а Алва забрали его ребёнка. Но даже после смерти он не бросает свои поиски, а найдя, не перестаёт их защищать. Напоследок хотел бы рассказать ещё об одной вещи, бонусом так сказать, которая с Лором не сказала бы, что и сильно связана, но всё равно выглядит интересно. Может кто-то замечал, может нет, но рядом с собором, в котором находятся два рыцаря Лотрика, находится странная застывшая фигура. Выглядит она как змей, но это точно не первый змей, не Каас и не Фрамт, так как у неё нету сов, сами по себе они не такие маленькие и всё такое. Думаю это застывшая тьма или бездна, которая вырывается из полых, а также мы видели нечто подобное у Гундера, а самое интересное это то, что когда её бьёшь, то из неё появляется кровь. Что вы думаете по этому поводу? И на этом пока всё. Завтра или послезавтра я постараюсь сделать вторую часть, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить. Надеюсь, что я вам дал пищу для размышлений, а может даже и натолкнул на какую-то теорию. Если это так, то заходите к нам в группу ВКонтакте, чтобы ей поделиться. Ну и спасибо за просмотр, увидимся!